Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с вами играем в Хоррор 1917 Пролог. Игра нас направляет, отправляет в прошлое, во времена революции 1917 года, происходящей в России. Здесь особая сюжетная линия какая-то, которая наделена воспоминаниями тех людей, которые выжили в то время. И в принципе-то здесь больше ничего нет, здесь нужно просто из кайтера загадки какие-то разгадывать, еще что-то делать. Я не понял, что здесь нужно делать, просто сейчас посмотрим. От первого лица психологический хоррор, вот. Давай загружайся, или что ты делаешь-то? Ой-ой-ой, тихо ты. Угу, и чего? А можно настройки громкости, наверное, как-нибудь вот сюда вот голосов... А нет, голосов вот сюда, наверное, голоса нам нужны. Возможно, с нами кто-то будет разговаривать. Так, ты давай не прыгай. Ну-ка. Опа. Мы попали в комнату какую-то. В какую-то комнату, очень темную комнату. Есть какая-нибудь спичка, фонарик, фе... Нет, ничего у нас нет. Вот, что-то тут у нас лежит. Сесть можно. Или... Или что я сделал? Да, я сажусь. Странно. Спички. Очень хорошо. Спички, говорит, очень хорошо. Хорошо, да, хорошо, да ни хрена хорошего. Что делать-то? Я вижу еще спички. Давай подберем... Спички. Еще спички. То, что нужно сейчас. Угу. А зачем? Ф. Ага. Краюха хлеба. Господи боже, хлеб. Как же сильно я хочу есть. Раньше хлебом с солью встречали дорогих гостей, а сейчас дома эти хлебы посыпанные солью не оставили мои браки. Да, так, что это такое? Бесказырка. Матросы приходили с улыбкой. Силы. Плохая примета для меня, значит. Мгм. Не знаю, что сейчас. Плохая примета, неплохая примета. Давай им... Жопс. Ааа, это хорошо, что жопс. Что делать-то? Давай заскриним, чтобы оно было. Мгм. Значит, значит, он нам не нужен. Курить вредно вообще, да. Ммм. Картины висят. Так, революция. О, спички. Отлично. Теперь я смогу хоть что-то разглядеть. Да хрен его знает, разглядишь ты или нет. Фонарь бы дали, вот это было бы здорово. Агитки. Агитки, агитки, листы с красивыми словами. А на деле пшип, птицы. Власть погибает тяга, бюрократия. Ничего из написанного здесь. Красивые слова для жаждущих. Эти бумажки отсырели. Да я понял, что бумажки отсырели. Так что это такое? Архитектурная гордость города. Самое любимое место в городе. Так, можно поджечь свечку, да? Можно поджечь свечку. Дальше что? Дальше ничего. Так, что это такое? Третье октября. Ряды моих студентов стремительно редеют. Они уходят на фронт. Кто же будет слушать мои лекции? Того, и гляди, мою должность и вовсе упразднят за ненадобностью. Возможно, да. Но я все еще делаю хорошую мину при плохой игре. Стало тяжелее раздобывать некоторые предметы обихода. Ну, думаю, некоторая воздержанность еще никому не вредила. Да нет, вредила, конечно. Ты просто это пытаешься себе навязать, что тебе ничего не вредит. На самом деле тебе все вредит. Нужно жить в достатке. Нужно жить, чтобы у тебя все было, чтобы было все хорошо. Так что это у нас тут такое... Философская пирамидка. Философская пирамидка. Ой. Чем же ее открыть? Наверное, нужно какие-то ключи или стамески. Прошлое-будущее, зло-добро и вера-любовь. Ладно, давай, наверное, найдем мы что-то сейчас по ходу игры. Книги, книги не берутся. Здесь у нас еще... Так, а есть какой-нибудь инвентарь? Что-то там, не знаю, чтобы посмотреть хотя бы сколько у нас спичек сейчас. Спички нашел, еще спички нашел. Еще один коробок спичек. Хорошая находка. Хуже не будет, точно. Если у нас есть спички, значит, у нас есть все. Так, свет должен, наверное, вот так загораться. То есть, как бы... Логично, да? Хотя не факт. Что? Что это все значит? Так, здесь нас заперли. Ты заперт? Да, ты заперт. Если это шутка, то очень дурная и совершенно не смешная. Смерть буржуям. Здесь был Коля. Молодец, что ты здесь был, Коля. Так, семейная Библия. Когда-то я презирал этот сборник сказок. Так, добро. Потом стал искать не ответы на свои вопросы. Добро что-то подчеркнуто. Давай мы запомним, что добро здесь подчеркнуто. И пойдем дальше. Камин. Камин. Камин нам с камином ничего сделать нельзя. Значит, мы пойдем вон туда. Угу. 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 А, шкафчики. Хм. Опа. Похоже, что здесь какой-то тайник. Головоломка. Замок. Только этого не хватает. Но надо попытаться разгадать ее. А вось что-то откроется. Может быть откроется, подожди. Так. Смею предположить, что каждая буква соответствует какому-нибудь слову. Вот. Если тут три буквы, значит нам нужно найти три слова. Слушай, мы нашли какое-то добро, да? Добро. Д. Добро. Значит там есть Д. Ладно. Потом посмотрим. Декрет о мире. А где же он? Не видать. Первая ложь из множества будущих. Выгребли все до последней копейки, сволочи. А взамен положили вот эту дрянь. Варьё. С бандитой дрянь. Откуда только они повылезли. Да хватит болтать. Хватит. Мы все понимаем. Мы уже сейчас придрочимся и пройдем эту игру. Быстренько пройдем эту игру и будет у нас все хорошо. Перчатка. Перчатка? Сделай перчатка. Простая белая перчатка. Охоже женская. Женская перчатка напоминает о том светлым игроком, когда не находится среди всего этого хлама. Ты чего? Ты откуда здесь взялась-то? Дорогая, я счастлив, что доставил вам радость. И раз уж вы спросили, то я был бы премного вам благодарен, если бы вы мне дали послушать мой любимый концерт. Конечно. Типа заткнись, говори. Ти-ши-ну. Ну да, заткнись, говорит. Очень много ты разговариваешь, женщина. Так, что это у нас там такое засветилось? Эй, подожди, я спичку уже зажег. Зашел. Я куда-то зашел и что-то поговорил и пропал. Не понял. А... Записка. 17 мая. Тяжкий год выдался. Сижу над экзаменами. А сам вспоминаю вставать в 6 утра, наколоть дров, потом маман дать лекарства, потом наскоро хлебнув чаю, бежать к 9 в гимназию. Там сидеть до 2 часов полудни. Потом опять бегом домой, опять доктор Акмаман, а мне бежать к Полищукам к 17.00, чтобы там объяснять неподатливую латынь двум мальчишкам, которым она вовсе не нужна. Однако объясняешь. И стараешься. Не то их мать не заплатит за урок, а деньги нужны, нужны позарез. А потом еле тащишь ноги домой, а там еще свои уроки не сделаны. И вот уже полночь. Буквы плывут в голове. Муца Цивола пьет чай с Пушкиным, а рядом скачет водород, путаясь с геометрических фигурок. И только с весной маман пошла на поправку. И можно взяться за свою учебу. Не миновать мне переизаменовок. Конечно. Ну а что же поделать? Надеюсь, хоть следующий год будет легче, и мать не сляжет опять с какой-нибудь хворью. Ладно, послушали мы выступление нашего главного героя, как он там за матерью своей ухаживает. Значит, тяжело, тебе, тяжело, дружище, было. Тяжело. Так, что у нас тут? Спичка загорает. Чего? 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 О! Часы. Ух, что это было? И сколько же сейчас времени? Четыре часа время. Так. Так, подожди. Как дети малые сломали и бросились? Жаль, вещь преотличная. А, жаль, вещь преотличная. Я не вижу больше никаких выделенных буквок, которые могли бы нам помочь как-то. Может быть тут что-то еще лежит? Или нам нужно куда-то пойти, я не знаю. Там дверь была, вон. Подожди, я что-то вообще ничего не вижу уже. А, я еще и ползу еле-еле. О, это что такое? Тут была другая картина. Зло! Подчеркнуто добро, зло! Подожди, давай попробуем ввести две буквы хотя бы. Третью подберем. Третью же можно будет подобрать, правильно? Лумка. Пусть будет З. Только этого не хватает. Д. Добро есть? Добро. Надо попытаться разгадать ее. А ввось что-то откроется. В смысле не открывается? Смею предположить, что каждая буква... Подожди, вот есть здесь еще З. Вот З. Давай вот сюда З поставим, а здесь Д поставим. Ага, открылось. Во! Нихрена себе, смотри, даже букву не надо было подбирать. Что это такое? Похоже на какой-то ключ. Нейтральность. А, это в эту. Как ее? В пирамидку надо сунуть, потому что там же ведь эти треугольнички. Ну-ка, 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 на-ка. Проклятье, как же ее открыть? Нейтральность, вера, любовь, нейтральность. Ну-ка, что и как? Куда? Злодо, бронейтральность. Что это такое? Нам нужно в дверь войти или что? Что заскрипело сейчас? Нам нужно еще три пирамидки. Ой, три квадратика этих, три треугольничка найти. Ну ладно, давай пойдем вот сюда попробуем. Тут же открывается дверь. Опа, свет горит, ничего себе. Смотри-ка. Мне спичка больше не нужна, пойдем. А темнота-то не полная. Тихо. А темнота-то не полная. Да, а не полная темнота. Ну смотри, тут все красиво до сих пор, ну, до сих пор в смысле. Здесь все красиво сделано, здесь все стоит на местах на своих, еще не развалено, не раздолбано. Да, пока свет зажжем, мы пройдемся по дому со светом. Спички, спички нашел. О, эти волшебные звуки вальса, шуршащие больные платья, открытые плечи юных прелестниц, брачные средневековья, охота на ведьм, история на удивление. Может и стоит перечитать, но зачем? Так, что у нас тут? Еще спички нашел. Слава богу, спички. А то в этой тьме можно шею себе свернуть. Угу. Ну как я обойти-то должен, эй? Почему ты меня не пускаешь-то туда? Я хочу поближе к камину подойти, он мне не дает к камину подойти. Ну-ка, что это такое? Шестое сентября. Записка. Надо бы на задуматься о том, куда поступать после гимназии. Сейчас модно идти на философское отделение. Думаю уж с тем, что длинно и скучно рассуждать, я уж точно справлюсь. Все равно ни инженером, ни военным мне не быть. Проклятая геометрия всю жизнь мне испортила. От военной дисциплины меня тошнит. Ну как заводные болваны, ей-богу. Только и слышно от них. Так точно, да никак нет. Никакой свободы духа. Да, согласен с тобой полностью. Давай мы найдем что-нибудь еще здесь. Еще записка какая-то вот. 11 июля. Сидим на ненавистной даче. А Петровы поехали в Италию. Даже у кого-то и дачи нет. Так что ты давай не еду. Так, часы. Без десяти три у нас на часах. И что? Что получается? Получается ничего. Без десяти три. Вот что получается. Без десяти три. Я, наверное, не буду эту цифру запоминать. Потому что она, наверное, нам не нужна. Что у нас тут такое? Ой. Сколько у вас здесь всяких бутылочек. Интересных. Табак. Так, подожди. А я еще опять подобрать не могу? Правильно, не могу. Как я уже говорил, курить вредно. Пойдем. О, это на пирамидках. Не понимаю, что она тут делает. Может быть, здесь тоже надо пирамидку отыскать? Отгадать? А, наверное, у нас всего три захода. И в три захода мы должны отгадать эту пирамидку. Здесь тоже нишута нету, так. Мне кажется, что тут недостаточно темно. Подожди, надо темно сделать, что ли? Давай темно сделаем. Мне не жалко. Азбука. Четвертое января 1800. Здрасте. А, Б, В, Г. А, Б, В, Г. А, Б, В, Г. Друг мой, что же это ты? Не можешь запомнить азбуки? Это ведь так просто. Ты мой милый глупый мальчик получается. Ну-ка давай еще раз сначала. Только сейчас уже. Все сразу и без запинок. А, Б, В, Г. Ты и есть круглый дурак. Позорище. Ты же сын профессора. Ты должен быть умнее всех своих сверстников. А ты глуп как валенок. Бестолочь. Пошел прочь отсюда. Наказание мое. Ну так, конечно, нельзя, дружище. Прям так сразу-то, блядь, он АБВГ и не может сказать. А ты ему говоришь, ай, давай сразу, блядь, без запинок. Ты что, дурак что-то совсем или как? То есть, вот головой своей думой в конце-то концов. Там 30 сколько-то букв, блядь. Сколько там в алфавите букв-то? Много букв в алфавите, блядь. Точно не 4. Там миллион, блядь. 2 апреля. Сразу после 4-го, все сказать. И то нельзя, и это невозможно. Вот как, скажите на милость молодому неглупому человеку представительствовать в свете, искать полезных знакомств и связей, коль у него нет даже модного костюма и шляпы. Я в отчаянии. Мое будущее. Мое будущее, говорит, под угрозой. Да нет, не под угрозой твое будущее. Твое будущее в жопе уже, блядь, даже. Не будущее, а настоящее под угрозой. Можно выключить эту балалайку, нет? А темнота-то не полная. Темнота не полная. Давай выключим тогда... Нихрена, я хожу там. Тень такая чудная. Давай выключим свет тогда. Темнота не полная, так не выключим совсем. Ну-ка, и что? О, записка засветилась. Ничего себе, смотри-ка. В свете чистого огня Открылись настоящие лица. За ними не было правды, но было руководство к действию. И что дальше? Ну и что? Руководство к действию. Дальше-то что? Какое руководство к действию, блин? В свете чистого огня. Чистый огонь. Вот он, чистый огонь. И дальше что? Часы. Где я загремел-то хоть? А, это здесь, ебаный. Мрачные средневековые. Охота на ведьм. История на удивление циклична. Только теперь в роли этих самых ведьм всем... Интересная игрушка, только я не пойму, что здесь сделать. Это пасловутые рабочие. И все та же слепая вера в полной темноте. Ладненько, давай, посмотрим дальше, что у нас там. Музыка играет. Ой, эти волшебные звуки вальса. Слушащие больные платья. А никак нельзя его лукать? Открытые плечи юных прелестниц. Нет, нельзя, походу. Светит это вот сюда. Светит вот сюда, а дальше... Дальше-то что? Я наоткрываю сейчас вот эти вот все... Блин, испугался, представляешь? Испугался того, что на меня книжки выпали. Вот так счастье-то. Вот так неожиданность. Как я так мог? Ничего не боялся, я вот испугался. А что я испугался? Что выпало-то хоть? И зачем выпало? Для чего выпало? Что случилось вообще? Тут вот что-то подсвечено. Или это просто так подсвечено? Просто потому что? Скорее всего, просто потому что. Вот записка еще одна. 16 марта. Не будем мы слушать эти записки. Они нудные и очень долгие. Они... Понятно, что было все плохо. Ничего не этого самого. Никто не спорит, что там было все плохо. Давай. В свете чистого огня открылись настоящие лица. За ними не было правды, но было руководство к действию. Цвет чистого огня. Вот он, свет чистого огня. Какое руководство к действию, блять? Куда книжки-то выпали? Спичкой вот свечу. Ни хера не видно вообще, честно. Мольер. Никуда не тыкается здесь. Здесь вообще нет вариантов, куда нажать. Куда бы было бы... Можно было бы нажать. Было бы вообще здорово. Книжка вот еще одна. Азбука. Ну, мы уже посмотрели заставку с азбукой. Как ребенок бедненький учился читать, читать и учиться. Здесь тоже никуда. Вот она, записка. 17 января 1800. Это что такое? Любопытно. Медальон. И пугающе. Да, согласен с тобой полностью. Так. Не пойму, куда идти мне нужно. Вот что. Трубка. Трубка, спички, сженые, не сженые. Не знаю, что это за спички. Куда можно еще пойти? Просто мне расскажи. Что мы здесь не могли... Что? Опять я запер. Что это все значит? Да, я запер. Я запер. Значит, что? Если это шутка, то очень дурная. И совершенно не смешная. Кто б смеялся бы, дружок? Если бы это было, блин, смешно. Ты мне расскажи, куда идти мне нужно. Вот что. Записки я собираю. Я так понимаю. Я второй раз ее прочитать не смогу. То есть, ну как бы... Не то, что не смогу. Не очень-то сильно хотелось. Я просто к тому, что... Просто по второму кругу мы пойти не сможем. Телефон. Ну-ка. Ну и что? Дальше-то что? Часики тикают. И вроде тикают. Ты был без десяти. Сейчас без пяти. Три. Давай еще разок. Ну, что нужно еще поделать? Просто подождать или что-то сделать все-таки нужно? Я просто не понимаю. На меня выпали книжки, я их не могу найти. Куда они выпали, я что-то вообще не понимаю. То есть, они же вроде вылетели куда-то и все. Нет? Или я дурак. Я, может, мне показалось. Я, может, испугался самого себя. Опа! 26 июня. Еще записку нашел. Ну, я все записки-то понаходил уже. Что еще-то нужно сделать? В свете чистого огня горит на... Ну, это... Свет. Свет есть. Все есть. Ну, что такое? Почему не открывает? Не открывает, представляешь? А можно наверх подняться? Нет, представляешь, нельзя наверх подняться. А что такое? Что тебе, дружок мой, мешает? Ну, я еще разок посмотрю, что здесь можно найти. Видишь, этот указатель не увеличивается. Значит, ничего нельзя найти. Ну, логично. Можно только закрыть. Здесь можно только... Ничего нельзя сделать. Здесь тоже ничего нельзя сделать. Не понимаю, что здесь нужно делать. Спички у нас есть. Спички у нас много, я так понимаю. И можно у нас пойти вот сюда. Еще можно пойти вот сюда. Но зачем нам сюда идти, если... О! Какой-то мракобесий. Идол. Это хорошо, что идол. Куклы в душе. Еще идол. Еще идол. Еще идол. Черепушка. Бедный Йорик. Говорит, табак. Ну и что? Что делать-то дальше? Не понимаю, что нужно сделать. Вера в полной темноте синим пламенем откроет твои надежды. Полной темно... Опа! За это. За газ. Подожди. Какие надежды? Кто откроет? В полной... Синим пламенем откроет твои надежды. Ну, пойдем к этому... К камину. На часиках-то уже поближе. Да, синим пламенем. А какими синим... О! Я уже синим пламенем свечу. Игрушечка какая-то лежит. Старая игрушка. Детская игрушка. Простая и яркая. Пропала у меня игрушка из рук. И что делать? На часах почти три. Я так понимаю, нам до трех нужно доиграть. Опа! Вот она еще лежит. Игрушка эта. Что случается с ней? С ней случается вот что. Получился у нас коровий череп какой-то. А, лошадиный. Он настоящий или... Что-то... А! Ключик! Откроем следующую грань реальности. Да, мы откроем следующую грань реальности. Видишь, как все просто оказалось. Кажется, я ее сюда не приносил. Засунулось. Засунулось и остается еще одна грань. Ага. Разгадать одну грань и все будет очень отлично. Сейчас водички только махну. Играет у нас опять радио. Гармофон играет. Выключать свою свечку. Ищем записки. Вот записки. 22 мая. Не буду слушать. Буду их просто находить, чтобы было. Потому что это очень долго слушать. Давай мы просто ее пройдем. Это какое же сегодня число? Стрелку нашел. Видишь, стрелку? Стрелку нашел. От часов нашел стрелку. Наверное, нужно будет их чинить. Жена долго... Блин, да что ж так... Вот опять. Вот ты видел, нет? Все-таки не глюки у меня. Все-таки, правда, улетают эти книжки. Привет из Ростова-на-Дону, говорит нам. Плакатик. Игрушка какая-то. Она преследует меня, да. Она нас преследует. Восьмое ноября. Пятое февраля. Второе ноября. Все даты переберем. И если очень будет интересно, конечно, можешь ставить на пазу и читать. Хотя, я думаю, там вот последние три записки, их не прочитаешь. Потому что я очень быстро это делаю. 24 марта. Ставь на пазу, читай. Мне неинтересно это читать, потому что... Потому что... Пойдем... А, вот часы, кстати. Часы. Часы без стрелок. Одну стрелку ставил. Второй стрелки у нас нет. Старую стрелку тоже нужно найти. Еда здесь... Фу. Какая мерзость. Чего мерзость? Ну, это еда. Когда-то она была вкусной достаточно. Ждемое. Город в крови. Фотографии симпатичной женщины. Хотя с какой стороны посмотреть? Посмотрим с этой стороны. С этой стороны, да, не очень. Записочка. Девятое декабря. Мать. Седьмое сентября. Наконец писем. Так. Восьмое октября. Еще записка. Свечка. Можно поджечь? Нельзя поджечь. Вот это гл... Грус. Как сейчас помню. Этот характерный вкус пресного теста. Ну, это про свирка же ведь, да? Это же в церкви такие дают. Мы нашли. Империализм. Свет, фонарики. Что-то все картины светятся как-то нездорово. Ну-ка. Может на картине... А, они играются. Смотри-ка. Может в какой-то картине есть какая-то это... Как ее называют-то? Стрелочка. Стрелочку-то нужно, наверное, где-то найти. Как тебе кажется? Мне кажется, что нужно найти где-то... Где-то стрелочку нужно найти. И если мы ее найдем, то мы... Отгадаем какую-то загадку. И это какая-то загадка нам поможет... Найти еще одну... Как ее называют? Грань. Если мы грань еще одну найдем... То мы разгадаем всю игру. 4 июня 1912 года. Ага. Очень долго, очень нудно, очень... Непонятно. О! Черепа. Кругом эти черепа. Черепа. Пойдем там, где черепа есть. Есть тут черепа? Вот тут был череп. Карты Таро. Карты Таро. Библия. А-а-а... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Зачем я спичку сейчас зажег? Мусор. Плакаты какие-то. Кто их сюда притащил? Не знаю, кто их сюда притащил. Это нужно спрашивать не у меня, а точно. Это я тебе как... Человек, который этого не делал, говорю. Картины никакие не прожимаются. Поэтому, наверное, это все-таки не в картине должно быть. Хотя, знаешь, вот у нас предыдущая загадка решилась картиной. Следовательно... А кто бы мог подумать, да? Стрелочка. Ну-ка, пойдем. Пойдем вставим ее в часы. Часы без стрелок. И попробуем прогнать каждый час. Я думаю, что... Было три часа. Три часа было. Нет, давай минутную оставлять вот тут. А часовую будем... Часовую, говорю, будем двигать по часам. Было три часа уже. Два часа не работает. Три часа. Тоже не работает. Да, четыре... Четыре часа работает. Че такое случилось? Настоящее не здесь. А где тогда? А где? И где тогда я? И когда я? Бесконечная философия. Пять часов не работает тоже. Шесть часов не работает. Семь часов не работает. Подожди. И че? Настоящее не здесь. А где тогда? А, все, да? И где тогда я? И когда я? Бесконечная философия. Заскрипело что-то. Я думаю, что нужно идти дальше. Да, правильно. Я подумал, что нужно идти дальше. Мы возвращаемся опять в комнату, в которой мы были в первый раз. Смерть буржуям. Часики. Ну вот. Выкинули такую хорошую вещь. Так, а что мы дальше-то здесь должны сделать? Я не понимаю. Просто если мы там уже все решили, нам осталась одна грань. Нам осталось найти одну грань. И свет не работает. Это сложно уже, кстати, будет, потому что мы здесь везде же были. А где, кстати, этот? Треугольник-то наш. Где? Пирамидка-то. Пирамидка? Вот она. Кажется. А! Кажется, я уже знаю, что с этим делать. Кажется, знаешь. Все, пирамидку-то мы решили. И что? У нас тут такое? Медальончик дали нам. Медальончик. И что мы с ним будем делать? Здорово, мужики. Что происходит-то? А, его сейчас убьют, наверное, да? Кто это такие-то вообще? А ну-ка, кто там есть? Открывай, супер, сын, пожалуйста. Открывай, ночью, ловую дверь. Даже хуже будет. Открывай, негодяй. Открывай, давай. Закрылся, на. Открывай, дверь. Все, открыл. А, где это я появился? Не понимаю вообще. Что-то вообще, блин, что происходит? Зеркало. А мы играем за этого мужика, что ли? Которого привязали, там связали и все дела. Это за нами пришли, так получается? Понимаю, да? Ёпс. Флэшбэки какие. Пойдем к телефону. Так. Слишком поздно. Слишком поздно. Куда я опоздал? Время-то еще мало. Куда я опаздываю? И все. Я так понимаю, нам нужно идти вон туда. Вот это вот жижи зеленые. Что это такое? Это ничего? Это просто какая-то пелена, что ли? Или что? Да, мужик от Нихилы это приспичило. Не приспичило, а это воспоминания такие накрыли. Прям. Ну, что такое? Прости меня. Он же застрелился, что ли? Ничтожество. Да какой ты ничтожество? Ты дурак, что ли, совсем, а? Ну, придумал ты, конечно. Не, ну, не себя надо стрелять. Всех мужиков надо стрелять. Зачем стреляешь за себя? Блядь, жалко мужика. Профессор все-таки. Умный мужик. Застрелился. Ну, блядь, с умом все время такая херня происходит. Вот умный мужик и застрелился, блядь. Вот. Ну, и, блядь, жалко мужика. Ну, ладно. И чё? И где? Чё? Чё будет-то? Дальше-то что? Я так понимаю, мы закончили игру. Мы прошли её. Мы её... ФПСка меняется, только ничего не происходит. Подожди. И чё? Подожди, я чё-то не понимаю. Ну, видать, мы закончили игру. Просто у меня как-то это всё дело плохо прорисовалось. Возможно, не прорисовалось вообще. В главное меню я нажму. И на этом с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.